так сегодня у нас какое число 20 20 30 уже по-моему до 30 июня 2020 4 год наш комментарий мне написали такого содержания много вас таких сказочников хотели разрушить разрушить россии а россия была есть и будет всех победит и окраины россии очнуться от сказок рассказанных гейропой и конец цитата я наверное вам про окраины я наверное ну вы уже видели я в начало этого видео поставлю карту которую я сделал 11 лет назад 13 2013 году когда не был не антагонистом россии я просто сделал карту российская федерация территории российской федерации на данный момент 3 территории российской империи максимально когда россия была максимально если вас это интересует вы уже это видели для допустим я знаете как будет там розовым цветом как вы любите будет обозначена территория россия россии которыми владела россия финляндия польша там китая много иран таким поносно голубоватым цветом какими вы являетесь будет обозначена территория российской федерации вы просто посмотрите может вам как-то была россия есть и будет за двадцатый век россия распадалась дважды да то есть российской империи приказала долго жить а потом советский союз приказал доложить может вы думаете что россия как феникс восстающие из пепла каждый раз возрождается ну каждый раз он все более почти порошки этому фениксу то пощипывают потому что ну финляндия сейчас в нато до украина сейчас от украинские вооруженные силы занимая за тем что сокращают численность населения российской федерации которые приперлись к нам сюда украину чтобы вам было просто понятно максимальная территория российской империи было 23 миллиона 700 тысяч квадратных километров нынешняя территория российской федерации 717 миллионов до подожди подожди уже 17 миллионов 17 миллионов 100 тысяч квадратных километров то есть вы потеряли от максимального до нынешнего значения территорию 6 миллионов 600 тысяч квадратных километров вся украина вся полностью она 600 тысяч квадратных километров вся наша украина а вы россия потеряли за эти там сколько сто лет до получается уже 150 лет потеряли 6 миллионов то есть 11 украин грубо говоря вы просрали вы хотите сказать что это всегда было есть и будет я вам скажу что такое всегда было всегда была россия украину вот я у меня в харькове памятник стоит на оружие не стоит на оружие снесли памятник 300-летие объединение украины с россией поставлены 1954 году до сразу после кончины сталина то есть вряд ли можно кого-то там заподозрить это были бандеровцы там еще кто-то такие это советский союз поставил то есть в 54 году в 1654 году украина объединилась с россией понимаете до этого не было в составе россии когда на тот момент и россии то не было потому что при петре первом только стала это российская империя в 1721 году да а допустим казань захватил московский царь с 1552 году то есть до этого как будто россии была там вот такая вот московья который основал кстати князь киевский дайки москву основал князь киевский юрий долгорукий похороненный опять же в киеве князь дюрий долгорукий да москва всегда лучше это россия всегда была если будет сейчас сейчас я просто финляндия которая была частью россии да и польша была частью россии то есть сейчас эта страна нато путем великолепных манипуляций владимира владимировича путина он там боялся что от харькова до москвы подлетное время сократится на 7 минут так от харькова до москвы извини меня там 650 километров а вот сейчас от границы финляндии до ленинграда до санкт-петербурга специально посмотрел 130 километров не хочешь посчитать подлетное время так вот до того как вот это когда вы захватили когда вырезали всех в этом самом в казани вырезали когда всех этих за и присоединили к себе к москове присоединили казань 1550 до этого россии как такое когда вы чукотку захватили ребята вы в курсе 1800 1000 1775 году то есть уже когда вот украину и чукотку то есть до этого это не было вашим и не было завоевано вами вашему раковому образованию под названием россии не так уж много лет не думайте о себе там много вы понимаете ваш ломоносов учился в киевской могилянской академии это ваш первый великий русский ученый по вашему же определению википедии понимаете ваш великий русский ученый учился в киевской могилянской академии потому что вашей вонючей российской империи на тот момент не было никаких академий она была ломоносовым основана да правда же ну вы знаете такие моменты истории великие могучие русские так что забудьте вы блин отвалятся от вас и чукотка назад и башкортостан там и татары и все будет нормально вы крым то присоединили когда опять же при екатерине и казаков когда вы при екатерине только распустили вот это я считаю когда вы полностью починили себе украину в 1775 году на указ был хотя можно считать и петр первый когда вырезал в этом самом в батурине блин все население вплоть до младенцев 1708 году петр первый князь менщиков да известный популяризируемые вами вырезал просто всех до младенца в городе батурин нас тут в украине вот так вот такие были блин друзья ну ладно в общем не переживайте все буду украина а российская федерация она и дальше будет скукоживаться путин над этим работает молодец россия будет первой страной в мире которую села моль это про путина писал кгбшная кличка путина моль россию трахнула моль институт года Продолжение следует...